Стенд SJ5500 производства Kinergo предназначен для проверки герметичности корпуса гидротрансформатора после сварки. Перед началом работы со стендом необходимо наполнить ванну чистой водой примерно на 3 четвертых от объема, а также проверить подключение стенда к системе сжатого воздуха, используя переключатели на панели управления. Для проверки герметичности сварного шва необходимо Установить гидротрансформатор на основании рамы, выбрать нужный переходник по диаметру шейки и установить его в пневмопатрон. При выборе переходника не обязательно подбирать его строго по диаметру шейки. За счет эластичности материала в момент прижатия пневмоцилиндром переходник расширится и устранит зазор, тем самым обеспечив необходимую герметичность. Перемещением ручки переключателя вниз подводим пневматический зажим к шейке гидротрансформатора до полного прижима. Скорость перемещения штока пневмоцилиндра можно регулировать дросселем, находящимся на пневмоцилиндре. Нагнетаем воздух в полость гидротрансформатора. Величина давления отображается на манометре. Поднимаем ванну вверх, чтобы сварные соединения были полностью погружены в воду. Визуально проверяем отсутствие пузырьков воздуха на местах сварного соединения. Если пузырьки присутствуют, то необходимо отметить маркером зоны выхода пузырьков на корпусе. Далее перемещаем ручки переключателя вниз, опускаем ванну с водой и снимаем давление во внутренней полости корпуса. Поднимаем шток пневмоцилиндра в верхнее положение и освобождаем гидротрансформатор. При комплектовании стенда специальной прижимной пластиной можно отдельно проверить герметичность сварного шва ступицы гидротрансформатора с крышкой перед окончательной сваркой половин корпуса. Для этого устанавливаем на рамку стенда прижимную пластину прорезиненной стороной вверх. На прижимную пластину укладываем верхнюю часть гидротрансформатора. Прижимаем крышку к пластине при помощи струбцин. Прижимаем пневмо патрон с соответствующим переходником к ступице и наливаем в углубление крышки небольшое количество воды, чтобы полностью скрыть под ней сварной шов. Подаем давление, контролируя его по манометру. Не следует подавать давление больше двух бар. Визуально проверяем отсутствие пузырьков воздуха. В случае обнаружения негерметичности сварного соединения устраняем его повторной локальной сваркой или полной переустановкой ступицы. Обратите внимание, некоторые типы гидротрансформатора в процессе эксплуатации теряют герметичность корпуса из-за усталостных трещин металла. Поэтому важно тщательно проверять весь гидротрансформатор целиком, а не только в местах сварного соединения. Продолжение следует...